девчонки всем привет сегодня я хочу поделиться своими покупками покупки были уходовых средств я решила снять отдельное видео на эту тему потому что вроде бы не сильно и много всего но отдельно о каждом продукте я уже готова в принципе высказать свое какое-то мнение я уверена что это видео получится не слишком коротким поэтому решила разбить все покупки мои на две части уходовые и декоративные если вам интересно такое видео то оставайтесь быстро и кратко я хочу сказать про вот эту вещь это спонжи купила себе еще два на прозапас так как мои уже подходят можно так сказать концу их использования вот есть уже замена и еще захотелось мне попробовать вот такой вот крем от biocon зимний уход от мороза и ветра до минус 40 крем для лица с spf 12 защитный для любого типа кожи коробочка выглядит вот так я думаю все практически видели сейчас такие крема в магазинах потому что я вижу практически во всех магазинах такие крема и для рук и для лица по моему там есть в общем не было интересно просто попробовать что это такое действительно ли в мороз более-менее защищает кожу приобрела здесь вот такой вот любит небольшой у нас здесь идет 60 миллилитров так вот этот крем от этого как бы есть защита он и увлажняет и защищает вас от мороза от мороза такого который влияет именно на вашу кожу не именно то что вы не ощущаете холода а именно влияние на вашу кожу чтобы не было никаких шелушений вот сколько я им пользуюсь уже наверное недели две это точно я могу сказать что до сих пор у меня нет никаких шелушений интересно мне попользоваться им дальше и посмотреть при более морозных днях но пока он не нравится крем этот кстати стоил совсем копейки 1650 гривнах я думаю как в россии так и в украине можно его приобрести попользоваться и даже если не понравится деньги небольшие так что не особо и жалко будет и еще у меня закончился крем ночной недавно и я не знала что приобрести как-то заказывать ничего не заказала на данный момент и получилось так что я зашла как раз когда покупала вот этот крем увидела я нашла вот такой вот крем от бабушки агафи никогда не пробовала эту фирму и ничего из этой фирмы я не пробовала этот крем до 35 лет написано ночной крем для лица сохранение молодости белый шиповник пять самых эффективных растений сохраняющих молодость омолаживающие фитокомплекс 5 витаминов я не знаю почему они написали здесь как сохранение молодости крем в принципе до 35 лет и не написано от скольки я так понимаю можно пользоваться им начиная примерно где-то с 20 лет 22 и до 35 в общем тоже здесь все натуральное первый раз взяла попробовать в общем что хочу сказать я им пользуюсь тоже уже где-то две недели и неплохой крем он довольно таки жидковатый не могу сказать что он сильно питает кожу у него есть что-то такое питательное в креме когда ты наносишь но потом быстро впитывается остается какая-то такая небольшая пленочка и на утро я просыпаюсь у меня лицо гладкая лицо кожи на лицо не сухое кажется что она напитанная не знаю на по поводу сохранения молодости я допустим под глаза его не наношу на какие-то такие мимические морщины но вот вот эти вот к примеру морщины ничего нигде на лбу там вот у меня когда я морщу можно сказать лицо у меня не разглаживаются эти морщины мне кажется это все фейк по поводу сохранения молодости но как обычный ночной крем я могу посоветовать вот присмотритесь кто ищет именно ночной крем начиная от 20 лет я могу посоветовать вот этот крем объем у этого крема 50 миллилитров кстати что меня знаете удивило это то что сама марка заявляет себя как натуральную и нигде не на коробочке не на самом тюбике не написан срок годности как бы он написан на коробке именно датами но обычно когда натуральный более-менее натуральный продукт то пишут такая баночка открытая нарисована и написано там 12 месяцев 6 месяцев как к примеру на чистой линии да здесь такого нет но я думаю я использую его меньше чем за полгода поэтому ничего страшного запах кстати у этих кремов неплохой довольно такие терпимые у этого немножко обдушка чуть посильнее но она проходит буквально за считанные минуты там минуты две пять и вы не чувствуете потом ничего этот крем имеет какую-то отдушку но она совсем не уловима допустим для моего нос так что вот могу посоветовать и еще из разряда ухода за лицом я приобрела наконец таки я не знаю сколько месяцев гонялась за этим средством в общем купила я два средства хотя гонялась за одним гонялась за вот таким вот средством это у нас гель для умывания 1 а называется для всех типов кожи гидролитон 24 очищает и увлажняет интенсивное увлажнение 24 часа стоит 20 гривен вот такая туба в ней 150 миллилитров ничего такого здесь больше не написано способ применения что в принципе делает к примеру после применения геля кожа чистая гладкая хорошая увлажнен хорошо увлажнен это результат нам обещают в общем кожа в принципе действительно от него гладкая увлажненная не могу сказать но она и не пересушена может быть для жирной кожи он и подходит потому что я читала много отзывов про это средство и практически все именно практически все отзывы были такие что пересушивают очень кожу так вот наверное для сухой кожи я не могу посоветовать потому что даже моя кожа становится такая немножко стянутая после именно его применения этого объема я не знаю насколько мне хватит и тоже уже пользуюсь давно им где-то недели две или три пока пользуюсь пока довольно не знаю ничего такого плохого про него сказать не могу общем этот тоник практически такой же но немножко отдает спиртами не то чтобы я их чувствую но я уверена что люди которые предвзято относятся к этому они почувствуют их здесь обязательно я к примеру не очень предвзято отношусь к спиртовым каким-то основам если это не крем конечно под глаза и не крем для лица тоник вы нанесли на все лицо и он быстро впитался этот тоник мне нравится он такой же как и от 100 рецептов красоты только с маленькой долей спирта в общем я довольна этим тоником в принципе вот этими двумя вот средствами я ими довольна так что могу посоветовать для жирной также комбинированной кожи склонной к жирности просто комбинированной кожи к нормальной кожи я думаю подойдет как нельзя кстати но вот для сухой кожи я не советую для нормальной кожи чувствительной тоже не советую так еще я приобрела масла а вот столько меня нашло некоторые я приобретала в прошлом году некоторые в этом году но покажу все сразу не буду выделять как и в прошлом какие в этом в общем первое покажу это масло у меня пшеничных зародышей 100 процентов 50 миллилитров вот такая вот баночка и коробочка это у меня фирма ароматика именно производитель этих масел вот такими вот каплями это капли витамина е 20 миллилитров я пользуюсь этими каплями наношу под глаза на ночь довольно таки хорошо увлажняет питается с добавлением определенных масел любых даже вот пшеничных этих зародышей там виноградных косточек у вас разглаживаются мимические морщины как заявлено в инструкциях масел они способны разгладить морщинки увлажняют питают сохраняют как бы водный баланс в общем для этого в принципе я и покупала масла вот я купила эти капли и добавила сюда масла различные и и соответственно пользуюсь под глаза на ночь еще я приобрела масло жажоба очень его хотел у меня такая вот малютка 20 миллилитров тоже фирма ароматика я довольна что его приобрела запах у него такой какой-то травой свеже скошены для меня пахнет я довольна этим маслом а также пользуюсь им также я приобрела масло персиковых косточек тоже малютка такая 20 миллилитров тоже ароматика персиком не пахнет пахнет чем-то таким вот тоже растительным но чем-то вот перемешку не знаю с чем в общем тоже с каким-то вот с косточками работ до косточка кстати нарисована вот именно вот наверное зернышком от косточки вот немножко этим пахнет их можно наносить также на кожу смягчать ее потому что помогает от высыпаний всяких но на слишком жирную кожу конечно не советую а может быть только маленьких дозах либо с добавлением крема обычного крема которым вы всегда там пользуетесь либо на ночь либо на день и тоже от ароматики у меня есть вот такие вот эфирные масла это чайное дерево и эфирное масло анисовое в общем анисового масла здесь эфирного масла 5 миллилитров чайного дерева 10 миллилитров я в общем думала что подружусь с эфирными маслами но по моему не все эфирные масла подходят какому-либо человеку потому что чайное дерево скажу сразу мне не понравилось не понравился запах он очень для меня такого болезни у меня болит у него голова если я его перенюхаю лучше не переборщить с маслами это сто процентов масло аниса эфирное масло анисовое обычные анисовые капли которые вот запах именно анисовых капель каких-то только это в эфирном масле которое можно добавлять куда вы захотите а также в инструкции написано для чего как бы его лучше использовать пока первое знакомство с эфирными маслами мне не очень удается но хочу приобрести масло лимонное масло апельсиновое какое-нибудь какой-нибудь лаванды может быть мне понравится больше ну вот пока не знаю как стоит без дела девчонки вот и все что я вам хотела показать из моих уходовых покупок надеюсь вам что-то понравилось что-то наоборот не понравилось если есть какое-то свое мнение о каких-то продуктах напишите пожалуйста может быть что-то посоветуйте другое я буду очень рада этому спасибо вам за внимание всем удачи до новых видео и пока-пока